доброго дня друзья очередной понедельник и не простой понедельника понедельник интересный есть о чем поговорить есть что обсудить эта программа по обзору рынков я георгий вербинский и сейчас будем обсуждать что же собственно нас произошло на предыдущей неделе и что как мы считаем может произойти на следующей неделе и так можно выдохнуть наверное тем кто болел или не болел на президентских выборов америке они закончены судя по всему победил байден с вероятность того что как-то это будет меняться уже очень небольшая поэтому хочу поздравить всех тех кто за него болел я лично как-то спокойно отношусь к обоим кандидатам но наверное байден все-таки мне симпатичнее трампа поэтому в общем-то меня тоже можно поздравить хотя это чисто такое умозрительное боление поскольку я живу достаточно далеко от америки и меня как бы не затронет ни то ни другое не тот ни другой сценарий развития событий но тем не менее я заработал на рынках на этой неделе поэтому неделя для меня была очень хорошая вот я говорил про свою позицию говорю что я заряжаюсь на лонг это было как раз неделю назад вот достаточно четко расписал сценарии развития событий и нефти пояс по всем основным ну по основным инструментом которые мы с вами как как обычно каждую неделю рассматриваем произошел достаточно резкий рост для меня он является неким показателем что пора фиксить позиции собственно что я сделал на еще на прошлой неделе пятницу посмотрим как будет развиваться событие сейчас честно сказать я думаю что есть вероятность коррекции как правило понедельник бывает богат на такие такого рода события на кратковременные такие откаты по тренду либо наоборот на завершение каких-то трендов локальных да поэтому я сейчас посижу что называется вне позиции посмотрю на то как это все будет развиваться как это все будет происходить что же касается глобально ну вот можно порассуждать на тему того что вообще дали эти выборы для америки хорошее или плохое ну я честно говоря немножко удивился потому что мне казалось что должен победить трамп потому что вот этот тренд на ну скажем так на популизм на вот какую-то такую ну в общем все тоже не будущее сдаваться в деталях у нас не политическая программа но все то что происходило в америке последние там последнее время по идее я думаю что этот тренд достаточно как бы долгий он по идее не должен кончиться и несмотря на то что байден говорит что сейчас он там будет возвращать менять законодательство и возвращать какие-то инициативы которые трамп закрыл да вот этот тренд на то что америка теряет свой статус в качестве мирового такого не гегемона но по крайней мере государство которое претендует на то чтобы быть над всеми остальными диктовать ну не то чтобы диктовать но даже скажем так устанавливать ввести какие-то вот свои правила и быть таким мировым центром как бы организации всех других государств вот эту функцию америка постепенно утрачивала при трампе и мне кажется что этот процесс он уже необратим то есть он уже америка уже не сможет повернуть его вспять то есть америка становится одним из государств до сильным как бы но там есть такой же сильный китай и потихонечку будет терять свои позиции в том числе позиции по валюте и это такой очень долгий процесс понятно что это не произойдет течение одного года но мне кажется этот тренд уже не остановить хотя приход байдена ну он скажем так ставит это под вопрос есть у меня ощущение что возможны какие-то другие сдвиги и потрясения в америке если не вот эта история с трампом продолжающаяся которая в общем-то как мне кажется достаточно негативная было для америке но это мое личное мнение то сейчас при байда невозможно значит будет что-то другое что вот это вот тренд вот этот вот снижение роли америки он как бы продолжится благодаря этим событиям мы посмотрим что это будет надеюсь ничего ужасного для американцев вот но теперь настало время посмотреть на графике и понять что мы делаем на следующей неделе и разобрать все те инструменты которые у нас двигались до этой недели поехали итак возвращаемся к старой доброй традиции начинать выпуски с с п 500 или съезд то есть фьючерсов на s&p 500 но смотрите неделю назад я говорил что заряжаюсь на рост это было где-то вот примерно вот эта зона делал я это по совершенно однозначным показателям чисто техническим никаким не фундаментальным не политическим а просто чистая техника нижняя граница канала и вот такой резкий нырок туда я говорил что вероятность того что мы уйдем ниже быстро очень небольшая наоборот есть хорошая вероятность отскока либо запила вот в этой вот зоне вот собственно отскок в любом случае ли отскок или запил это хорошая тема для входа в лонг ну запил не очень конечно хорошая но запил который потом выйдет вверх тоже неплохо произошел резкий выход вверх и что сейчас делать в принципе тем кто стоял в лонг тем кто стоял вот отсюда наверное хорошая возможность хороший момент зафиксировать эти позиции я свои позиции зафиксировал еще вот здесь это было в пятницу ну просто чтобы я честно говоря уже была как бы верхняя граница канала уже не хотел избрать риск на выходные вот сегодня с понедельник отросло еще выше и ну если осталась какая-то позиция то лучше ее тоже зафиксить почему потому что но то же самое то есть резкий рост сюда вот наименее вероятен скажем так наиболее вероятен либо отскок либо горизонтальная коррекция то есть и в том и в том случае нет смысла терпать все нервы смотря на свой прыгающий пнл лучше просто зафиксироваться и посмотреть на это все ну по крайней мере часть какую-то зафиксировать в принципе я считаю что отсюда вполне может рост продолжится видите какой сильный импульс может туда уйти но чтобы разгрузить психологическое напряжение часть позиции я бы в любом случае зафиксировал посмотрел бы что там такое будет дальше если вы без позиции то заходить сейчас хотя может быть очень хочется такая эйфория не стоит надо подождать отскока вниз куда-нибудь на уровень 3 450 3 460 вот туда и только в этом случае можно заходить не раньше вот либо подождать уже пока движение как бы здесь вот как-то консолидируется и будет какой-то вот но уже очевидно что пройдем выше закрепимся выше 3 600 и тогда там уже можно принципе заходить тоже но через какое-то время не сейчас не вот не в моменте по насдаку ну в общем такая же картина даже не буду повторяться все то же самое давайте посмотрим нефть нефть последнее время стало поинтереснее поинтереснее тут кстати говоря ну кто помнит я тоже говорил про разворот и как раз вот эту линию рисовал откуда это разворот должен начаться как раз на предыдущем предыдущем выпуске с нефтью уже была коррекция и вот кстати говоря это хороший уровень сопротивления вот здесь поэтому в общем то если вы хотите заходить в лонг на нефти то в общем то это неплохой вариант это сделать с небольшим стопом стоит ли это делать другой вопрос я лично долгосрочно в нефть не очень верю но с другой стороны печатание денег продолжается и все товары стоят дороже и дороже поэтому общем то тренд по нефти может продолжиться информация о полезных сервисах ресурсах и возможностях для инвесторов и всех кто управляет своими деньгами на портале финверсия точка ром вы сможете найти обучающие курсы финансовый лекторий вебинары по трейдингу и инвестиции экономический календарь календарь мероприятия финансового рынка информеры курсов и котировок алгоритмы теханализа и другие полезные сервисы для трейдеров и инвесторов книги о финансах и инвестициях которые помогут как действующим инвесторам и трейдерам так и всем тем кто сегодня начинает самостоятельную работу на финансовых рынках ждем ваши отзывы и предложения ссылки на эти сервисы в описании под видео биткоин 15300 как я и говорил вот все произошло именно так то есть на самом деле предыдущий мой выпуск был просто фантастическим по степени точности видение развития ситуации вот такая вертикальная коррекция завершилась резким взлетом вверх ну и сейчас честно сказать вполне просится какая-то консолидация с одной стороны с другой стороны биток сейчас может реально выше 16 может проскочить то есть очень такая неопределенная ситуация если вы сейчас не в позиции то лучше наверно не заходить туда но я имею ввиду если вы хотите зайти с коротким плечом чтобы срубить там условно говоря на тысячу долларов с каждого биткойна то есть ну не стоит этого делать очень будет сложный рынок и надо ждать пока волатильность снизится сейчас не вариант вот те у кого есть биткойн ну поздравляю надеюсь вы слушали меня все это время и у вас он есть и хотя бы чуть-чуть и вы наслаждаетесь собственно этим ростом и агрессивные позиции здесь прикрыл уже и просто оставаясь в консервативной долгой позиции биткойне просто смотрю на то как будет развиваться события но здесь очень большая волатильность здесь уже поздно что-то делать российский рынок но тут тоже такая красноречивая была вот это вот нарисованная мной штучка видите мы в принципе идем почти по ней только с опережением и вот это вот опережение она меня немножко смущает то есть я взял вот это движение все как раз на счете которые участвуют в конкурсе лучший частный инвестор вот он да но сейчас я вышел из позиции почти всех потому что слишком резко слишком резко слишком сильно слишком слишком хорошая была такой большой сильный импульс я думаю что сейчас вероятность отката достаточно высока чем гораздо больше чем вероятность продолжения движения вот вверх поэтому я посижу посмотрю вне позиции ну и в принципе и вам рекомендую сейчас не соваться пока в рынок вот по идее вот здесь мы должны были про провести какое-то время видите здесь такой большой сильный уровень но мы не провели мы пролетели его сразу быстро году к 120 тысячам поэтому вполне возможно что вернемся и вот где-то на уровне 115 можно докупаться и делать закупки в расчете на то что вот это вот история как бы реализуется вверх доллар рубль тут тоже самое в обратную сторону вот этот вот вот это нарисованная мной картинка она рисовалась еще на прошлой неделе когда не было снижения вот этого то есть я говорю что покупать не стоит вот сейчас она подтвердилась подтвердилась это эта версия и это разворотная формация я был не стал бы заходить бы в ланге доллара посмотрел бы как будет развиваться ситуация это разворотная формация которая может рынок подтолкнуть на уровень 74 то есть на нижнюю границу канала вот сюда куда-нибудь вот поэтому не стоит сейчас покупать доллары и я бы сейчас бы наверное бы дал бы больше бы вероятности рублю на укрепление чем доллару я вам показать смотрите ускорение на соевых бобах такая формация часто приводит к развороту на кукурузе тоже разворотная формация она уже в действии то есть вышли наверх и откатили вниз где ставить стоп в этих разворотных формациях заходить надо при снижении куда-то вот сюда стоп ставить вот сюда ну надо смотреть будет ли это хороший стоп потому что например вот здесь уже достаточно большой стоп да видите но это практически 10 про 8 процентов где-то многовато так что действуйте на ваш собственный риск мы давно не смотрели на китай китай естественно ожидаемо вырос шанхай композит это индекс китайский он ожидаемо вырос на избране байдена ну потому что трамп был жесток и суров к китаю возможно байден будет лучше хотя не факт но рынке верит что возможно это как бы будет так я хотел привлечь внимание ваших общей картинки которые рисуются на индексе китайском то есть смотрите это горизонтальная коррекция горизонтальная коррекция это сильный признак того что продать будет продолжение движения случае продолжения движения мы уйдем куда-нибудь в район вот вот сюда то есть это нормально этот процентов 10 до минимум что мне нравится из китайских и т.ф. есть такой т.ф. си ки 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 то есть это как копия китайская американского т.ф. и ки ки ну как конс концептуальная копия естественно это китайский технологический сектор china technology и т.ф. в долларах вот если доллар будет снижаться китайские компании в долларах будут расти ну и плюс видите смотрите вот если мы там видели что это консолидация все-таки а здесь это уже консолидация с прорывом вот он прорыв обратил на него внимание уже давно его давно уже держу но вот все время забываю вам рассказать про него так что если кто-то хочет на долгосрок заходить в китайские акции то вот это вот неплохая история китайский технологический сектор ну вот примерно так как видите рынке сейчас растут и на самом деле вот интересно даже просто вот представить эмоции господина трампа который всегда говорил до выборов что если я проиграю то вы все будете банкротами потому что рынки упадут и представляете вот прошли выборы и рынке еще выше чем они были до выборов то есть существенно причем выше такая вот ирония судьбы вот ну посмотрим возможные коррекция таки будет но все равно это будет уже не какое-то дикое падение которого на которое нам пророчил господин трамп собственно что еще хотел сказать очень приятно что вы смотрите и еще приятнее когда вы оставляете какие-то комментарии либо просто лайкаете видео для меня в общем этом такая некая общественно полезная скажем так работа для всех вас записывать вот такие ролики поэтому очень приятно будет если вы не поленитесь и если вам естественно понравилось это видео если вам кажется это полезным если вы нажмете кнопочку лайк и я это увижу то есть для меня это я смотрю часто что происходит с лайками нравится видео какое видео нравится больше поэтому для меня это такое средство обратной связи которые я мониторю вот и еще одна новость есть аккаунт на и тора и постепенно мы там двигаемся к цифре плюс 50 процентов за год я надеюсь что мы ее достигнем сейчас мы где-то на уровне плюс 35 процентов 33 может быть 35 процентов посмотрим как будут развиваться события мне нравится идея заработать для своих копировщиков то есть для людей которые копируют мою стратегию неплохие деньги собственно это у меня уже достаточно долго получается поэтому если вы хотите как-то поучаствовать собственно в реальной истории в реальных как бы сделках и при этом допустим по какой-то причине опасаетесь самостоятельно выходить на рынок то добро пожаловать в ряды моих копировщиков постараюсь вас не подвести ссылка на мой аккаунт на платформе и тора она ниже в этом видео так что можете смотреть статистика там открытая уже почти два с чем-то года так что смотрите анализируйте и будем с вами на связи хорошего вам трейдинга и удачной следующей неделе пока пока рождественская ралли ждет ли она инвесторов 2020 году основные тренды момента сценарии фондового рынка как сориентироваться в рынках инструментах итоги осени 2020 перспективы новогоднего ралли красные зоны сегодняшнего дня новые возможности для частного инвестора портфель финверсия результаты инвестиционных идей и решений которые озвучены на прошлых вебинарах прогнозы курс рубля курс доллара золото нефть какой стиль инвестиций выбрать в начале 2021 года возможность задать прямой вопрос финансовым экспертам инвестиционный вебинар яна арта в прямом эфире 19 декабря в 18.00 по москве партнер эфира компания алга капитал смотрите на канале финверсия тв соответственно Продолжение следует...